Сегодня весь мир отмечает День семьи. В Якутии один из приоритетов социальной политики – поддержка многодетных семей, количество которых растет из года в год. В республике постоянно совершенствуется система оказания помощи многодетным и малообеспеченным семьям, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. О мерах поддержки и новом указе главы региона расскажет Александра Охлопкова. В семье Гладких воспитываются 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек. Самому младшему – полтора годика. Забот у многодетных родителей немало. Старшие шестеро детей – школьники. У них свое подсобное хозяйство. Разводят кур и кроликов. Супруга пока не работает. Отец семейства – единственный кормилец. Как еще держим каждое лето кроликов? Кролики мясо дают, да? Потом на зиму, да. За лето сколько они? По-разному, бывает 20-15, если дождливо, бывает, там умирают, сырость. А так и детям радостно, и работа есть. Вокруг нас травы тут много, мы тут собираем, ходим. Андрей признается, что в финансовом плане их семье сложновато было всегда, и дети тут ни при чем. Но социальные выплаты особенно теперь являются существенным подспорьем. И вот помощь была от правительства. В программе мы участвовали гранд-проектом на улучшение жилья. И вот как бы прошли конкурс, и вот эту пристойку, можно сказать, мы на эти деньги 100 с чем-то тысяч выделяли. И мы вот это сделали, получается. Семья отметила, что наиболее ощутимой поддержкой в многодетных семьях стал республиканский материнский капитал. Отметим, что сумма с каждым годом индексируется. Ежегодно материнский капитал получает более 3,5 тысяч семей. Это является наиболее востребованной мерой. Ее можно потратить на улучшение жилищных условий, на личное подсобное хозяйство, на занятие индивидуальной трудовой деятельностью. Но наиболее востребованы, конечно, это жилищные условия. Ежегодно индексируется, и размер в 2017 году составляет 139 716 рублей. В Якутии выплачивается более 20 видов социальных пособий. Каждый пятый рубль из республиканской казны направляется на социальную поддержку. Между тем, показатели рождаемости и естественного прироста населения выше, чем по стране. Якутия находится в первой десятке субъектов страны и занимает первое место в Дальневосточном округе. Чтобы еще усовершенствовать меры социальной поддержки семей, Егор Борисов по итогам встреч с многодетными в апреле подписал указ. Отныне матерям, у кого 10 и больше детей, будут присуждаться памятные знаки. Мать-героиня и материнская слава трех степеней. Этот указ еще раз подчеркивает о том, что наша республика всегда с уважением относилась к многодетным семьям и подчеркивает их роль в развитии нашей республики. Материнская слава ранее награждали, но денежная выплата составляла 10 тысяч рублей сегодня. Денежная выплата будет составлять 50, 75 и 100 тысяч рублей. Также, согласно указу, представить социальную выплату на улучшение жилищных условий многодетным семьям. Они получат от 1 до 3 миллионов рублей. Помимо этого, семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, будут выплачена единовременная помощь в размере от 2 миллионов до 3 миллионов рублей. Обращаетесь по заявлениям, да? И кому обращаетесь в управление? Вот в пост администрации УЛУСа, получается, туда. А как вы давали? Практически кадры, вы ездите по Клоусь, да? Да. Собираем, там нам дают, что собрать документы, мы все собираем и им приносим этот пакет документов. Как бы там тоже справку берешь, все защиты. Там надо, если, да, места есть, выбрать. Отныне семьи не обязаны ездить в районные центры для сдачи документов на социальную помощь. Эти полномочия будут переданы муниципалитетам. В этом году, вот с 1 июля, должен уже работать новый механизм по двум направлениям предоставления мер социальной поддержки. Это заключение соцконтрактов с малоимущими семьями, да, гражданами. И оказание единовременной материальной помощи на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости. Именно вот с этого года этот новый механизм, раньше он не действовал. Именно эта работа будет проводиться через муниципальное образование, через создание на местах комиссий. Эти комиссии на местах будут отбирать такие семьи, работать с ними, мониторить, контролировать. И через работу комиссий мы будем оказывать помощь таким семьям. Когда есть понимание нужд и трудностей многодетной семьи со стороны местных властей, то поднимать детей легче. Так считают многодетные родители. Об этом говорят и цифры в последней переписи. Из общего количества семей, а их более 27 тысяч, 17 с половиной. Многодетные. Александра Хлопкова, Любовь Васильева, Владимир Таюрский, Вадим Ганкевич, НВК Саха, Якутск.